От подпольного радио перейдем к пиратскому. О событиях происходивших и продолжающих происходить на средневолновой частоте 1575 кГц рассказывает наш коллега Андрей Молоков. Любители радиоприема знают, что некоторое время назад на частоте 1575 кГц, диапазон средних волн, активно работала пиратская радиостанция. Сначала это были трансляции одного из аудиопотоков интернет-радиостанций Радио 101. Позднее в пиратском эфире появилась заставка и позывные. Вещание состояло из нарезок радиопередач, в основном советских, и музыки 20 века. Ночью на юго-западе Ленинградской области прием был уверенный. Достоверной информации, кто и откуда производил вещание, нет. Одна из заметок в интернете сообщает, что возможное местонахождение передатчика город Смоленск. Я предлагаю прослушать небольшой фрагмент, сделанный 14 апреля 2021 года в 21 час по московскому времени. Новосибирск. Вствующие новованы вreathари施ит 33, Google kargozo Universal, masks, Субтитры делал DimaTorzok Однако история имеет свое продолжение. 1 сентября 2021 года в 1 час 20 минут по московскому времени на частоте 1575 кГц я обнаружил русскоязычную трансляцию. Прием производился на радиоприемнике Р-399 с антенной Бевереджи длиной 130 метров. Сигнал был нестабилен, я прослушивал его несколько часов, но некоторую информацию мне принять удалось и даже сделать запись. Тех позывных, что звучали на этой частоте несколько месяцев назад, я не обнаружил. Но на записи, что вы сейчас услышите, можно разобрать название Бухта Свободных Волн. Интернет по запросу Бухта Свободных Волн находит одноименный сайт пиратского радио. http://id043199.mirh.ru Вещает эта станция в формате подкастов. Можно сделать вывод, что кто-то использует эти подкасты для наполнения своих пиратских трансляций. Одна из недавних записей на сайте пиратского интернет-радио Бухта Свободных Волн сообщает следующее. Далее цитата. «Наше пиратское радио уже слышно и в эфире, на средних, коротких и волнах FM. Происходит это независимо от нашего желания. Очевидно, что те подкасты, которые мы делаем сами, понравились, и их скачали и ставят в эфир». Конец цитаты. То есть получается ситуация, в которой один радиопират использует контент другого радиопирата. Любителям радиоприема я предлагаю сделать свои наблюдения за частотой 1575 кГц. Андрей Молоков. Ленинградская область. Деревня Красный Бор. Специально для Радиопанорамы. Андрей, спасибо.